Открытие вселенского масштаба. Сегодня ученые объявили, они зафиксировали гравитационные волны, существование которых было предсказано Альбертом Эйнштейном еще сто лет назад. Международная группа астрофизиков обнаружила колебания, вызванные грандиозной космической катастрофой, столкновением двух черных дыр. В работе самой активной участии приняли и российские ученые. О сути и значении эксперимента репортаж Дмитрия Рункова. Этого момента ученые всего мира ждали ровно столетий. Вот сегодня во время видеомоста Москва-Вашингтон было объявлено, удалось обнаружить гравитационные волны. Это событие ожидали настолько долго, что сегодня, похоже, уставшие встречали его в камерной атмосфере. Возможность существования гравитационных волн предсказал еще Альберт Эйнштейн в общей теории относительности, но ученым не удавалось доказать, что Вселенная буквально раскачивается на этих гравитационных волнах. Гравитационные волны, которые смогли поймать ученые, создает любое движущееся тело, в том числе каждый человек. Но их колебания настолько малы, что зафиксировать всплеск удалось только от столкновения двух гигантских черных дыр. Перед этим каждая из них вращалась с бешеной скоростью до 10 оборотов в секунду, после чего произошел коллапс. По сути, мгновенное слияние в одну сверхчерную дыру, что всколыхнуло ткань пространства-времени во всей Вселенной. Масса новой черной дыры более чем в 60 раз превышает массу нашего Солнца. Это большая катастрофа, потому что две черные дыры, такой большой массы, по 30 солнечных масс. Это, в общем, редкое событие. Больше надеялись на кучу мелких событий. А это вот такое, это удовольствие, это счастье. В интернациональной команде из тысячи человек физики МГУ и РАН. Ловушку установили в США. Это два сверхчувствительных детектора, расположенных на расстоянии 3000 километров. Гравитационная волна от слияния черных дыр окатила датчики с разницей в тысячной доле секунды. По-настоящему ждать собирались через неделю. Они пришли немножко неожиданно. Это подарок природы. Ну, так получилось. Но с 92-го года строили детектор, совершенствовали. Это открытие становится новым и, возможно, важнейшим подтверждением теории Эйнштейна. Теперь ученые, по сути, могут получать самую свежую информацию о событиях даже из неизведанных галактик. Гравитационные волны обладают памятью и о далеком прошлом. То есть каждая пойманная древняя волна способна рассказать о том, как зародилась Вселенная. Это открывает совершенно новые возможности по обнаружению объектов во Вселенной. И понимание, вот мы все время говорим о черных дырах, подтвердить действительно, что есть черные дыры, и они излучают гравитационные волны. Составить, так скажем, карты, может вообще удастся обнаружить какие-то объекты, которые мы раньше просто не видели в космосе. Слухи о сенсационном открытии появились еще в прошлом году. Но ученые до последнего держали результаты экспериментов в строжающей тайне. Раз за разом, перепроверяя данные, осторожность можно понять. Совсем недавно ведущие «Умы мира» заявили о громком открытии. Были обнаружены неизученные всплески в радиодиапазоне. Оказалось, радиотелескоп в Австралии фиксировал эти всплески, когда сотрудники обсерватории разогревали еду в микроволновой печи. Нужна верификация. И проверить все. Это возможность, это возможность. Очень долго ругались. Один говорит вот так, другой говорит так. Вот это вот так, вот так. Вот все установилось. Это же люди. Это как дети вписываются, ученые. Теперь, когда в достоверности исследований нет сомнений, ученые намерены выйти на новый уровень дешифровки гравитационных колебаний. Через 20 лет в космосе должна быть построена настоящая лаборатория. Ее сверхчувствительные датчики будут удалены друг от друга уже на 5 миллионов километров. Что даст физикам еще более точный инструмент, способный стать отмычкой, открывающей сейф тайм-мироздания. Дмитрий Рунков, Михаил Новицкий, Первый канал. Дмитрий Рунков, Михаил Новицкий, Первый канал. Дмитрий Рунков, Михаил Новицкий, Первый канал.